Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я вас приветствую и благодарю от всей души за приглашение посетить ваш прекрасный город. Я сейчас обращаюсь к итальянцам и вашу прекрасную страну, насладиться вашим гостеприимством и отметить, что этот форум стал очень важным еще одним шагом к стремлению к сотрудничеству. Я возглавляю один из самых северных регионов России, он полностью находится в арктической зоне. Для чего я здесь? Я хочу рассказать вам о перспективах развития инфраструктуры, портовой инфраструктуры в Мурманской области, в городе Мурманске, о будущих проектах крупных компаний, таких как Новотек, Роснефть, о разработке арктического шельфа. И я вас приглашаю в Арктику. Напомню, что российская Арктика обладает несметными запасами. Это 70% газа, мировых запасов, это 20% газового конденсата, 15% нефти. И скажу вам по секрету, что все компании, которые будут реализовывать проекты по добыче углеводородов в Арктике, особенно те, которые будут разрабатывать месторождения Западной Арктики, так или иначе будут пользоваться услугами Мурманского порта и инфраструктуры. И лет через 40 город Мурманск будет играть такую же роль и будет развит гораздо более мощно, чем, допустим, город Ставангер. Это юг Норвегии, и он играет такую же роль для Норвегии, как основная точка и порт базирования всех шельфовых проектов Норвегии. Такие, как город Абердин. Нас ждет прекрасная перспектива, поэтому я сегодня уже сейчас хочу пригласить вас к сотрудничеству. Самым важным условием развития Арктической зоны и освоения ее природных ресурсов является устойчивое развитие транспортного комплекса Арктической зоны. А ключевую роль в развитии этого комплекса играет Северный морской путь. Для увеличения объема перевозок по Северному морскому пути необходимо развивать транспортную инфраструктуру и в первую очередь портовую инфраструктуру. Ну, вам, жителям Южной Италии, трудно себе представить, что бывают замерзающие порты. Ваши порты не замерзают. Но, если вы посмотрите на карту и на Арктическое побережье, то единственным незамерзающим круглогодичным глубоководным портом, имеющим очень удобный и близкий доступ к Мировому океану, является порт Мурманск. Это действительно уникальный порт, который расположен в гавани Кольского залива, являющегося естественным разломом. В этом порту не нужно проводить дно углубительных работ. Самые большие глубины Мурманского порта, вернее, акватории Кольского залива достигают 300 метров. И это очень большие возможности для приема судов любого водоизмещения, любого дедвейта. Незамерзающий пот, я уже говорила вам, является единственным. И значительный объем перевозок по Северному морскому пути начинается в порту Мурманск. И это, безусловно, наше конкурентное преимущество. Конечно, в порту Мурманске есть вся необходимая инфраструктура для приема и обслуживания и ремонта судов. Но так исторически случилось, что у нас развита только одна часть. Один берег Кольского залива, тот, на котором расположен город Мурманск. И портовые сооружения расположены практически в центре этого города, в центре города Мурманска. Западный берег Кольского залива или другой берег сегодня относительно пуст, там нет инфраструктуры. И единственное ограничение, которое не позволяет ее там развивать, это отсутствие железной дороги. Мы эту проблему решили исправить. Мы решили эту задачу решить. Говоря о Мурманском порте, я должна еще подчеркнуть, что здесь базируются суда российских судоходных компаний, аварийно-спасательного флота, уникального атомного ледокольного флота. Атомный ледокольный флот действительно уникален, единственный. Он включает в себя целую серию ледоколов, которые осуществляют проводку по Северному морскому пути, за которыми потом след идут караваны судов и перевозят грузы. Северный морской путь, я буду говорить о нем несколько ниже, является одним из самых удобных, безопасных и коротких путей по доставке грузов из Европы в Азию. И вы в этом сумеете убедиться. Больше количества грузов приходится на уголь, руду, минеральные удобрения. Минеральные удобрения производятся из концентрата, который производится из руды, которая добывается тут же на Кольском полуострове, поскольку мы единственный регион, где добывается апатитовая руда. И средний грузовой оборот нашего порта на протяжении последних лет составлял порядка 23-30 миллионов тонн в год. И это, конечно же, не предел. Дело в том, что вот эти существующие мощности пока не способны к увеличению грузооборота. Как я уже говорила, исторически он расположен на одном из берегов, на восточном берегу Кольского залива. Именно с целью вовлечения свободной территории западного берега мы решили реализовать проект комплексное развитие Мурманского транспортного узла. Когда я говорю «мы», это, конечно же, не только власть региона, проект имеет федеральное значение, реализуется на принципах государственно-частного партнерства и, безусловно, подкреплен очень значительным федеральным финансированием. Цель его реализации – создать действительно круглогодичный, глубоководный морской порт по перевалке генеральных и нефтеналивных грузов, перевалки угля, минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор «Север-Юг». Проектом предусматривается развитие инфраструктуры… Простите, а меня никто не листает, да, презентацию? Вы хотите, чтобы я это делала сама? Хорошо. Вот на слайде показано расположение инфраструктуры. Один берег залива инфраструктурно обеспечен, второй же практически пуст. И на нем указаны те объекты, которые сегодня размещены на восточном берегу Кольского залива. Итак, основной задачей проекта, я уже сказала, является создание инфраструктуры на западном берегу, в том числе, и это основное, строительство новой железнодорожной ветки, которая объединит возможности восточного и западного берега и позволит вовлечь западный берег в портовую инфраструктуру. В соответствии с федеральной целевой программой общий объем финансирования по проекту составит 145 миллиардов рублей, из них 55,5 миллиардов рублей это федеральное финансирование и 89 миллиардов рублей финансовые средства частных инвесторов. В состав проекта также входит строительство новых и модернизация существующих перевалочных комплексов. На западном берегу Кольского залива предусмотрено строительство угольного терминала на 18 миллионов тонн груза угольного, нефтяного терминала на 15 миллионов тонн и контейнерного терминала. Следующим важным проектом является проект Норильского никеля по строительству перегрузочного комплекса. Проектная мощность терминала 1,5 миллиона тонн и общий объем финансирования составляет 3,5 миллиардов рублей. Основной объем грузопотога Мурманского транспортного филиала ГМК Норильский никель, а эта компания имеет целый филиал и свои портовые терминалы у нас в Мурманском порту, это собственные грузы, продукция и материально-технические ресурсы. Кроме того, компания оказывает услуги по перевалке и перевозке грузов сторонним организациям. По трассам Севморпути судами компании перевозится около 1 миллиона грузов в год. Логистической схемой «Газпромнефт» компании также предусмотрена транспортировка нефти с использованием мощности рейдового перевалочного комплекса, с использованием плавучего нефтехранилища «Умба», которое начнется в 2016 году. Поставка углеводородного сырья будет осуществляться с месторождения «Приразломная» и терминала новопортовского проекта в акватории Обской Губы. Перспективный объем перевалки грузов составит 15 миллионов тонн. Проект по развитию Мурманского транспортного узла получил поддержку на самом высоком уровне у высшего руководства страны. Президент России Владимир Владимирович Путин отметил его огромное значение для страны. Он сказал буквально следующее. Развитие Мурманского транспортного узла, безусловно, является важной составляющей развития экономики страны, в целом и развития инфраструктуры. Поскольку это касается выхода на противоположную сторону залива, с того места, где уже расположен порт, Мурманский транспортный узел и морская, и железнодорожная составляющая, очень эффективны, имеют хорошие перспективы, имея в виду выход практически в открытый океан на хороших глубинах. Это, безусловно, проект не только региональный, но имеющий общенациональное значение. Проект развития особенно актуален для решения важных вопросов по освоению нефтегазовых месторождений на шельфе Арктики. Мурманский является основным портом базирования специальных и научных судов, а также плавучих буровых остановок. В целях реализации госпрограммы освоения ресурсов углеводородов на континентальном шельфе Российской Арктики в порту уже размещены базы обеспечения геолого-разведочных и буровых работ дочерних компаний Роснефти и Газпрома. Также ведется работа по созданию береговых центров для создания объектов морской техники компаний Роснефть и Новотек. На этом слайде вы можете видеть визуализацию базы берегового обеспечения и промышленный кластер нефтесервисных производств для шельфовых проектов в Мурманске, это поселок Росляково, для НК Роснефть. Стратегическим партнером является для Мурманской области компания Роснефть. Между правительством области и компанией подписано соглашение о стратегическом партнерстве на территории 82-го судоремонтного завода, который сегодня полностью передан из объединенной судостроительной компании компании Роснефть, предполагается разместить несколько объектов. В первую очередь опорную базу для берегового обеспечения шельфовых проектов Роснефти, для разведки и промышленной разработки месторождений с глубокими большегрузными причалами и с выходом в федеральную и автодорожную, и железнодорожную сеть. И промышленный кластер нефтесервисных производств, завод по производству технологических комплексов для подводной добычи нефти и газа. Я не буду перечислять из-за экономии времени. Все объекты, которые Роснефть планирует разместить на территории 82-го завода, поверьте, это целый комплекс сооружений, которые необходимы будут для обеспечения таких серьезных задач. Другим важным объектом или проектом компании Роснефть является создание базы берегового обслуживания, которая будет расположена и уже располагается на западном берегу Кольского залива, она организована в 2014 году. Эта база обеспечивает безопасное и бесперебойное ведение буровых работ на шельфе Карского моря. Именно эта база поддержала в прошлом году буровые работы компании Роснефть в Карском море, в результате которых было открыто новое месторождение Победа. База стоит из причала длиной 203-24 метра и прилегающей территории общей площадью более 5 гектаров. После ввода в эксплуатацию опорной базы берегового обеспечения в поселке Росляково данная площадка будет использована для размещения перевалочных мощностей для углеводородного сырья на месторождении Роснефти в Западной Арктике. Создание центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новотек» планируется также разместить на западном берегу Кольского залива. В отношении этого проекта принято постановление правительства, на основании которого будет создан центр крупнотоннажных морских сооружений. Основные объекты, которых тоже не помещаются, честно говоря, на целую страницу печатного текста, я, конечно, их не буду перечислять, вы понимаете, что такие серьезные задачи можно решать только с обеспечением абсолютно всем необходимым. Северный морской путь, я хотела бы показать вам, как он выглядит и насколько он преимущественен перед классическим эталонным путем Роттердам-Якогама или Якогама-Роттердам через Суэцкий канал полон опасностей. У нас короче на одну треть и абсолютно безопасен. Международные проекты. Мурманская область размещена, расположена в близости к Западной Европе, к Финляндии, Норвегии. Мы очень глубоко интегрированы в международные и трансрегиональные взаимодействия. На территории области реализуется множество международных проектов. У нас действуют межправительственные соглашения. И, конечно, все эти взаимодействия. Но мое время, к сожалению, заканчивается. В заключение мне хотелось бы сказать одно. Почему? Наш регион выбрал арктический вектор развития. Будущее нашей области целиком и полностью зависит от того, с какой скоростью эти проекты будут реализованы. Но освоение Арктики – это не только вопрос времени. Эти задачи могут быть решены только на основе международной кооперации. И богатство Арктики стоит того, чтобы объединиться, найти взаимный интерес. И международное сотрудничество в этой сфере не может прекратиться. Ведь именно ресурсы Арктики способны ответить на глобальные вызовы мировой экономики и в ближайшем будущем, и на стратегическую перспективу. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо.